Возможность ограничения продажи так называемых энергетиков обсуждалась в региональном парламенте сразу на двух комитетах по экономическим вопросам и по социальным вопросам и демографии. Суть закона проекта сводится к ограничениям в сфере реализации тонизирующих безалкогольных напитков. В частности, предлагается не продавать детям и подросткам, а также ограничить места продаж. Ни в школьном буфете, ни на городском празднике, ни на прилавках энергетиков не будет. В обсуждении участвовали не только депутаты, но и представители общественных организаций, органов правопорядка и врачи. Реклама утверждает, что всего одна баночка энергетического напитка, и человек приобретает бодрость, свежесть и даже работоспособность. Однако специалисты и прежде всего медики с этим не согласны. Кроме того, тонизирующие компоненты влияют на энергетический обмен, на многократные токсические действия, мутагенные и канцерогенные действия того же алкоголя. Слабоалкогольные напитки, тонизирующие напитки создаются специально с вкусовыми характеристиками, присущими прохладительным напиткам. И тем самым создают такую иллюзию, что это нормальный энергетический напиток. Законодательную инициативу рязанских парламентариев о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним поддержали представители общественных молодежных организаций. Мы набрали свыше, где-то за месяц работы такой интенсивной, мы набрали свыше 2000, то есть по 3000 подписей. Поэтому я думаю, что данный законопроект все-таки вступит в силу, поскольку независимости какой фракции являются наши депутаты, каких политических взглядов придерживается наше население, данная инициатива была поддержана различными ослами нашего общества. Законопроект, ограничивающий реализацию энергетических напитков в первом чтении, планируют рассмотреть на ближайшем заседании Думы. И сомнений, что депутатский корпус поддержит своих коллег, нет. Я, как практикующий врач, полностью поддерживаю нынешний закон, который обсуждался, так бурно обсуждался. Считаю, что действительно тонизирующие напитки, содержащие турины и другие аминокислоты, с несовершеннолетним, подрастающим поколением, абсолютно уверенно вредны. Поэтому законопринимать надо. В любом случае, покупать ли своему ребенку энергетик решают взрослые. Но опасности переборщить с небезопасным, по мнению медиков, продуктом, с введением ограничительных мер точно поубавится. Продолжение следует...